Собор Архистратига Божия Михаила Всех наших ангелов-хранителей, а значит, он не просто ангельский, а он ангельско-человеческий праздник. Это ведь хранители чьи? Наши хранители. И при этом они рядом с нами, хотя мы их не видим. Вот вспоминается, как один знакомый человек, Максим, который в Москве живет, он рассказывал, как однажды ехал в автомобиле вместе с женой, с ребенком. И во время пути уже жена и ребенок, они спали, а он настолько утомился, что тоже уже все. Не заметил даже, как заснул за рулем. Но при этом во сне он увидел, что он продолжает ехать, только где лобовое стекло, как бы сплошная пелена, не видит дороги. И вот когда он погрузился в этот сон, сами понимаете, чем завершаются сны на дорогах, то тут же вдруг кто-то взял его за правое плечо, вот положил, как будто положил руку. И на его мысленный вопрос «Кто ты?», он ясно услышал ответ «Ангел Господень». И при этом он тут же проснулся, увидел, что на огромной скорости едет на автомобиле, которые стоят впереди, успел затормозить, благополучно остановился. Вот так получил некое такое вразумление от ангела-хранителя, так мы можем полагать, потому что действительно ангелы, они находятся рядом с нами в мир. Он имеет нечто видимое и нечто невидимое. Даже материальный мир. Мы видим далеко не все. Например, гравитационное поле, да, силы притяжения Земли. Мы ее чувствуем, мы ощущаем ее на себе, но саму ее мы не видим. Вот так же и ангелы. Зачастую мы испытываем их помощь, мы чувствуем их присутствие. Считается так, что ангелы часто, они стараются пробудить наши совести. Вот когда у нас совесть болит в том или ином случае, то, может быть, это тоже ангел Господень пытается нас немножко так вот растормошить, пробудить. И ангелы, они, их бесчисленное множество. Это действительно такой вот собор небесных сил. Вот еще вспоминается тоже случай, который рассказал отец Александр Тимофеев. Мы учились в одно время с ним в академии. И вот он рассказывал, что еще в свои студенческие годы, еще до того, как он в семинарию, он в университете учился, и только-только он сам принял крещение, у него было такое вот благодатное воодушевление, как бывает у тех людей, которые недавно обратились к вере в Бога. Им хочется и других тоже привести к Богу, потому что это чувствуется как огромная радость, общение с Господом. И вот он, общаясь со своим другом, того тоже расположил принять таинство крещения, привел его в храм и даже стал его крестным восприемником. И вот во время таинства крещения, когда друг его произносил отречением от сатаны, вот есть такой-то момент, который предшествует, собственно, крещению, нужно вначале отречься от темных дьявольских сил, потому что все некрещенные люди, к сожалению, хотим мы того или нет, они находятся под воздействием темных падших сил, а освободиться от этого можно через крещение. Но прежде чем крещение, возрождение состоится, нужно самому добровольно исповедовать свое желание приобщиться к Господу и отречься от сил дьявольских. Когда произносил он, священник говорит, отрекаешься ли от сатаны, от всех дел его, от гордыни его, от всего служения его, вот он трижды произнес «отрицаюсь» и потом произнес сочетание Христу, то неожиданно вот Александр, который находился рядом, это очень трудно передать, он буквально прозрел, как ангелы, как вот эти вот светоносные небесные силы, они приблизились к крещаемым и окружили их, то есть до этого они находились в отдалении, а тут они приблизились и стали рядом. То есть есть некие духовные реалии, которые мы не наблюдаем нашими телесными глазами, потому что телесные глаза нам открывают далеко не все, а есть еще и око души нашей, око нашего сердца и око ума человеческого. То есть вот этот душевный наш невидимый взор, который открывает, может открыть намного больше. Но самое главное — божественное откровение. И оно говорит нам о том, что вот еще до человека Господь сотворил мир невидимый, ангельский. И насколько он необъятен, это вот даже трудно представить своим умом, человеческим умом, потому что в книге пророка Даниила там приводится такое описание, ему было открыто, как вот престол, и восседает ветхий денми в такой, в чистом белом одеянии, и волосы его как чистая волна, то есть абсолютная белизна, непорочность, непричастность к чему-либо скверному, греховному. И там в этом видении также открывается пророку Даниилу, что тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. То есть тысячи тысяч, получается как бы миллионы, а тьмы тем, ну тьма это 10 тысяч, вот 10 тысяч умножить на 10 тысяч, представляете, какие-то огромные цифры, миллиарды, там бесчисленное множество, и мы даже не можем представить, сколько много ангельских сил, причем у них есть своя иерархия, вот, кстати, собор, архистратига Михаила и небесных сил празднуется именно в ноябре, а ноябрь это девятый месяц, если считать от марта, март в древнем летоисчислении, в подсчете месяцев, был первым месяцем года в древних календарях, и считалось так, что вот Господь, когда сотворил мир, то мир, ну, сотворенный, это как весна, а первый месяц весной – это март, вот, и ангелов, ангелы, они, их девять чинов, и поэтому праздник ангельских сил, он приводится как раз, приходится на девятый месяц года, ну, если брать вот отчет от марта на ноябрь, но при этом, это же у нас юлианский календарь, при этом восьмой день, восьмой, это по юлианскому календарю, это восьмое ноября, а цифра восемь указывает на будущий век, потому что Господь за шесть дней сотворил мир, в седьмой почил, и образно у святых отцов говорится так, что восемь – это число будущего века, будущего ангельского века, к которому приобщаться спасенные люди, где они будут вместе с ангелами созерцать Божие лицо и приобщаться нетварному свету Пресвятой Троицы. И вот, конечно, об ангельских силах можно говорить бесконечно, хотя нам на самом деле открыто не так много, но и то, что нам открыто, оно дает тему для очень подробных и обстоятельных бесед, но прежде всего вспомню самого архистратига Михаила, он именно архистратик, что значит? Как военачальник. Стратик, стратегоз, это воин, архи первого, первого воин, первоначальник, вот как, знаете, когда еще в Византии или в других империях царь, император, он непременно ставит над войском полководца, военачальника, который ведет это войско в какую-то битву, вот так и Бог, Творец мира, Царь Небесный, он над своим ангельским войском поставляет одного первого ангела, архистратик Михаил. Хотя, кстати, вот здесь есть некая такая вот тонкость, тонкая грань, что первоначально-то выделялся еще один ангел по имени Деница, как это открыто нам в Священном Писании. Деница значит утренняя заря, ну как бы заря, она предвещает восход солнца, и, видимо, этот ангел настолько отражал в себе все-таки божественный свет, что он действительно превосходил всех других ангелов, но в какой-то момент Деница вдруг залюбовался самим собой. Вот как в античной мифологии нарцисс, юноша, который, посмотрев на свое отражение в воде, не смог уже оторвать, отвести взор, и превратился вот в этот цветочек, который обращен к воде. Вот так этот Деница, он начал вместо того, чтобы обращать взор к Богу, он взор замкнул на самом себе, залюбовался и таким образом начал уже восхвалять самого себя, прославлять себя, и посчитал, что он вместо Бога. Ну вот как мы говорим, допустим, есть Христос, а есть антихрист, анти, вместо, вместо Христа. И вот так вроде бы этот Деница попытался стать анти-богом. Анти-богом, то есть вместо Бога быть. И вот ему-то как раз и противостал архангел Михаил. А, собственно, имя Михаил древнееврейского, это библейский язык, язык Ветхого Завета, там буквально как Микаэль из трех состоит. Микаэль. Что переводится как «кто как Бог». Вот я, кстати, произношу это как вопрос. На самом деле это выражение, оно и звучит как некий вопрос. Кто как Бог? Разве может быть кто-то как Бог, подобен Богу? Нет, никто не уравняется с Богом. То есть на самом деле первое значение имени Михаила – это никто не равен Богу. Деница не равен Богу. И никто не может быть равен Богу. Поэтому кто как Бог? Никто. Никто Господу не уравняется, потому что даже самый святоносный ангел – это только творение Божие, и все, что сотворено, оно приведено из небытия. И Деница когда-то не существовало, и люди когда-то не существовали. Поэтому мы возникли из небытия. Мы возникли только божественной всемогущей силой. Поэтому никто не равен Богу. Кто как Бог? Микаэль. А второе значение уже, ну, действительно такое может быть более понятное простым людям, что, собственно, архангел Михаил становится сам подобный Богу. То есть что он в каком-то смысле богоподобный. Это уже такое вот сглаженное объяснение, оно тоже вполне оправданное. И вот случилась некая такая битва на небесах, которая нам непонятна, потому что в этой битве принимали, использовались не копия, не мечи, а что-то иное, какая-то ангельская сила. Произошло, к сожалению, разделение, когда за дьяволом последовала часть ангелов, превратившихся в бесов. Суть их в чем? В том, что они захотели быть сами по себе богами. И вот это вот язычество, которое потом распространилось, где богов было много, и богам приносили жертв, и боги даже являли себя язычниками. Это ведь все демонизм. Демоны являли себя как боги. А началось все это именно в ангельском мире. А откуда же мы это узнаем? Да, мы знаем из пророческих книг, там, где говорится про возношение Деницы, как вознес это Деница, сын Зари, думал поставить престол свой выше всех, но ты низвергнут в глубины преисподней. Примерно так там сказано у пророков. А вот все-таки более подробно, более подробно об этом говорится в Откровении Иоанна Богослова, в книге «Апокалипсис», где буквально сказано, «Апокалипсис» — это, в отличие от распространенных таких представлений, это вовсе не книга о будущем, о том, что вот что-то там в будущем будет, какой-то антихрист придет. Нет. «Апокалипсис», «Откровение» — это такая вот смысловая, аллегорическая книга вообще о смыслах нашего бытия, о том, что было раньше, о том, что есть сейчас, о том, что будет. То есть некие такие аллегории, как смыслы, где зашифрованы на самом деле смыслы нашего бытия, не каждый может понять. И во многом «Апокалипсис» — он тоже объясняет то, что было раньше. И вот там мы читаем. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его, или «аггелы его», так если по-славянски, воевали против них. Но не устояли дракон и ангелы его, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». То есть все, с небес они низвержены, там им не место. По понятной причине, поскольку в самом Денице и в его последователях не нашлось места для Бога, то значит и для них самих не найдется места на небесах, где Божие царство. Это очевидно. И вот они низвержены сюда, и, к сожалению, стали нас искушать, искусили, обольстили Адама и Еву. И затем искушают, обольщают род человеческий. Но ангелы находятся рядом с нами. Они сопутствуют человеку. Вот помните, когда Спаситель предостерегает как раз от соблазнов, кстати, соблазн — это дьявольская черта. Кто соблазняет, тот повторяет нечто дьявольское. То Спаситель еще говорил так в отношении детей. «Смотрите, не презрите их, потому что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». То есть есть ангелы, которые рядом с каждым человеком. На самом деле, возможно, кто-то меня покритикует, ангел дается еще при рождении человеку, потому что родившийся человек уже представляет собой ценность ни с чем не сравнимую. Вот душа человеческая, которую уже даже при зачатии, так скажем, вот уже в утробе мамы появляется ребенок с бессмертной душой, и ценность этой души, она превосходит все сокровища мира. И эта душа, она уже призвана к бессмертию, поэтому к ней уже представляется ангел, но только при таинстве крещения ангел вступает в особую духовную взаимосвязь с крещенным младенцем, как бы в некое духовное родство, в благодатное родство, потому что крещаемый наделяется благодатью Божией, коей ангел, хранитель его, уже давно причастен сам. То есть возникает некое родство, но дается все-таки ангел еще при рождении. И поэтому еще даже до Дня Пятидесятницы, до сошествия Святого Духа на апостолов, Спаситель уже говорит, что у этих детей есть ангелы, которые всегда видят лицо Отца Небесного, который ходатайствует. И бывают случаи, когда ангелы, они действительно помогают, помогают прямо вот сходу, или где-то даже вразумляют. И бывают иногда даже такие вот видения, когда человек сам не ожидал, но ему удается это увидеть. Но это все исключительные, конечно, случаи, потому что ангельские силы – это невидимое воинство. И во главе их всех архистратик Михаил. Он в каком-то смысле тоже проявляет себя в ключевых исторических судьбах. Почему так? Потому что история человечества – это борьба. Не только борьба народа с народом, то есть это как раз проявление всякого зла. А это борьба добра и зла, когда люди, ну, лучшие представители человечества, а чувство, голос, совесть и пытаются принести нечто доброе, нечто благое, созидательное в наш мир, а другие, наоборот, пытаются разрушать, захватывать, завоевывать. И вот идет борьба, и в этой борьбе участвует в том числе архистратик Михаил. Вот известная такая икона, созданная в XVI веке, которая называется «Благословенно воинство царя небесного». И там изображается, ну, оно очень такое обширное полотно, и в Успенском соборе располагалось, и Иван Грозный как раз молился недалеко от этой иконы, и там изображается воинство, которое движется вот к небесному Иерусалиму. И там и князья русские. Почему? Потому что считалось, что архистратик Михаил, он покровитель русских князей, и он покровитель русского воинства. И там разные другие простые воины, простые люди и православные воинства, а во главе их всех именно архистратик Михаил, потому что именно архистратик Михаил, он военачальник, он предводитель. И сохранилось такое древнее предание, что Батый не смог завоевать Новгород Великий благодаря именно заступничеству архистратига Михаила. И есть такое предание, что Батый-то хотел повернуть на Новгород в 1239 год, но почему-то уже повернул на юг, и когда захватил он Киев, то на дверях одного из храма он увидел образ архистратига Михаила и сказал, вот он мне воспретил идти на Новгород. То есть, что как будто было какое-то явление ангела с копьем или с мечом, трудно сказать, но вот архистратик Михаил ему воспрепятствовал. Было такое предание. Были, кстати, такие еще тоже древние свидетельства о том, как в 590 году в Риме чума. Это вот, кстати, к вопросу о пандемиях и о том, почему это происходит. И святитель Григорий, епископримский, совершал крестный ход, и когда он проходил мимо мавзолея Адриана, это такой вот дворец, построенный императором Адрианом, там были захоронения некоторых императоров, а потом это стала резиденция римских епископов. То вот шествие крестного хода, молитвы, молитвословие, святителя Григория впереди. И вдруг он увидел над этим мавзолеем архистратига Михаила, как он вкладывает меч в свои ножны, и после этого болезнь пошла на спад. То есть, вот иногда пандемии, они тоже являются неким таким вот Божьим вразумлением. По какой причине, это уже другой вопрос. Ну, видимо, чтобы не настолько привязывались к земле, все-таки старались вспоминать про небесное. И вот ангел, архангел Михаил, он вкладывает меч в ножны, как бы показывая, что наказание Божье приходит в завершение, и действительно после этого крестного хода чума прекратилась. И вот так мы видим, что архистратик Михаил, он участвует в судьбах мира, а в древнее время, если брать даже ветхозаветные времена, Иисус Новин вводит богоизбранный народ в землю обетованную. Вот они переходят через Иордан, а первый город их встречает, Иерихон с неприступными стенами. И мы читаем этот текст в книге Иисуса Новины, который, кстати, воспроизводится в богослужении, посвященном архистратику Михаила. «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч». То есть архистратик является ему как человек с мечом в таком антропоморфном виде. Вот преподобный Ан-Дамаскин пояснял, что собственный вид ангелов нам недоступен, потому что ангелы – это все-таки не люди, ангелы – это высшие небесные существа, но ангелы являются людям так, чтобы это было понятно людям. И в данном случае, вот в таком человекообразном виде, хотя, правда, святитель Игнатий утверждал, что именно таковы они и есть, может быть так, для нас это пока что тайна, и вот в руке его обнаженный меч, Иисус подошел к нему, а Иисус, Навин – это тоже архистратик, но такого земного воинства, богоизбранного народа, то есть как бы два архистратига встречаются. Иисус сказал ему, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал, «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». То есть вот в такой ключевой момент, когда богоизбранный народ вступает в землю обетованную, но предстоит много войн. Да, все очень жестко, несправедливо, но те, кто там жили, они проводили язычество в мир, а язычество – это демонопоклонничество, поэтому для них все-таки не место в обетованной земле, и либо здесь восторжествует истинная вера, которая хранилась в богоизбранном народе, либо язычество, а через язычество – подчинение демонам, бесам. И архистратик Михаил, который вождь небесного воинства, он является предводителю земного войска Иисусу Новину, дабы укрепить его в этих предстоящих битвах. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. То есть там, где являют себя ангелы, ангельские силы, это все святая земля. То есть это место освящается, потому что ангельские силы святы, они святы, конечно, не сами по себе, а благодатью Божией. Поэтому нужно было особое такое почтение, в частности, снять обувь своих ног. И вот Господь через архистратига Михаила открывает, что предает в руки его Иерихон. И это полагает начало такому вот завоеванию обетованной земли, чтобы здесь уже восторжествовало истинное богопочитание. И дьявол здесь потерпел крушение. То есть архистратиг Михаил, он действительно воин, он защитник войск, но именно благочестивых войск, те, которые исповедуют единого Бога, те, которые готовы следовать заповедям Божьим. И по большому счету мы, христиане, мы ведь тоже находимся в воинстве Царя Небесного, потому что, как пишет апостол Павел, наша брань не против плоти и крови, но против властей и сил и миродержителей тьмы века сего, которые господствуют в воздухе против сил князя, сил вот этих поднебесных. Так что, конечно, нам предстоит борьба, но праздник собора архистратига Михаила, он говорит нам о том, что мы не одиноки, а мы только вот включены в часть этого войска, впереди нас ангелы, и впереди всех архистратик Михаил. Он уже победил дьявола, он уже победил бесов, поэтому бесы боятся ангелов, и наша задача просто вот самим не отрываться от этого ангельского войска. А то получится, помните, как у одного блаженного, что он вынужден был креститься на углы пивных, а кидал камни на крышу храма. Почему так? Потому что, когда люди заходили в пивные, то ангелы-хранители их вынуждены были стоять в ней, и вот святой их видел, и он им кланялся, молился. А когда, наоборот, люди в храм идут, то бесы где-то снаружи уже стоят и не могут подойти к человеку, поэтому он кидал на крышу храма камни. Вот если мы ходим по этим пивным, но это образно, конечно, если мы тянемся за грехом, то ангелы отступают от нас, и к нам становятся ближе демоны, бесовские силы. Тогда мы теряем ангельскую поддержку и подпадаем под власть падших духов. Поэтому наша задача быть поближе к ангелам, не отпадать от них, а для этого вести чистую жизнь и стараться исповедоваться и каяться в своих грехах, чтобы не давать дьяволу право господствовать над нами. А уж ангельские небесные силы, они нас никогда не подведут, никогда не оставят, и вот это войско, оно для чего дано? На небе-то они уже победили. Они помогают нам здесь, чтобы и здесь мы, земные, стали в конце концов чадами неба. Вот дай нам, Господь, всем помнить про эту небесную ангельскую защиту, благодарить самого архистратига Михаила и весь собор бесплотных сил небесных за их одательство, за их предстательство и стараться по возможности вести чистую жизнь, в чем поможет нам Господь по молитвам святых ангелов. Аминь. Храни всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok